Описание представленных томограмм грудной клетки пациента 3 апреля 2019 года. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки, свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены, на верхушках минимальные фиброзные тяжи, легкие расправлены, пневматизация легочной ткани неравномерно повышена за счет явления центролобулярной имфиземы, до –921-933 хаунсфилда. Вход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены, средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутригрудные и лимфатические узлы не увеличены, обычная форма и структура. Жидкости в плевральных полостях не выявлено, костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. В сердце аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные и лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина центролобулярной имфиземы легких. Данных за очаговые и инфильтративные изменения не получены. Рекомендована консультация пульмонолога. Комментарии к компьютерной томографии легких. Каких-либо патологических очагов в скоплении жидкости в плевральных полостях не выявлено. В то же время у пациента есть КТ-признаки центролобулярной имфиземы легких. Это заболевание легочной ткани. Можно сказать, в чем-то ее неполноценность. И как следствие, развитие дегенеративных изменений со стороны ткани легкого, которые проявляются понижением КТ-плотности легких. Развитием фиброза. То есть альвеолы расширяются. В стенках появляется тенденция к разрывам, за счет чего повышается воздушность легких. А остатки разорванных стенок формируют фиброзные тяжи. Функциональная способность таких легких снижается. Они более склонны к развитию инфекций. Расшифровку КТ легких подготовил врач-рентгенолог Котов Максим Анатольевич, ассистент кафедры лучевой диагностики с СГМУ имени Мечникова, заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус.